Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе и, увидев Иисуса, пал вниз, умоляя его и говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу очистить». Этот час проказа сошла с него, и он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В сегодняшнем Евангелии мы слышали о том, как Господь наш Иисус Христос исцелил одного человека, прокаженного проказой. Симптомы проказа очень ярко описаны в Ветхозабетной книге Иова. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова, проказою лютою от подошвы ноги его по самой теме него. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне селения». О том, как болезнь сказывается на состоянии человека, Иов, как человек, переживший проказу и исцелившийся от нее, говорит следующее. «Когда ложусь, ворочаюсь досыто до самого рассвета, Тело мое одето червями и пыльными струпами, Кожа моя лопается и гноится». Святитель Григорий Богослов даже говорит о прокаженных, как о живых мертвецах, останках живших некогда людей. При этом не менее тяжкими, а может быть и более угнетающими, чем мучения физические, являются мучения морального характера, переживаемые прокаженным от того, что им гнушаются родственники, друзья и самые близкие люди. Прокаженными гнушались не только из боязни заразиться. Проказа считалась тяжким наказанием за грехи, воспринималась как проклятие, посланное от Бога. Прокаженные в Древнем Израиле были изгоями. Они жили небольшими общинами вне городов, им было запрещено приближаться к здоровым людям. Найбольшая сложность данной болезни заключалась в том, что она практически не исцелялась. И вот некий прокаженный подходит ко Христу со странной, казалось бы, просьбой «если хочешь, можешь меня очистить». Что означают в данном контексте слова «если хочешь»? Не означают ли они, что прокаженный сомневается в желании или способности Христа его исцелить? На этот вопрос святитель Иоанн Златоуст отвечает так. В словах прокаженного подтверждение искренней и горячей веры в Господа. Прокаженный не настаивает на исполнении своей просьбы, но все припоручает ему, представляя свое исцеление и его воле. Ответ Христа на вопрос прокаженного «хочу очистить» указывает на его готовность немедленно ответить на просьбу прокаженного. Таким образом, само исцеление происходит одномоментно, тотчас, благодаря прикосновению Спасителя к телу больного. Причем такое прикосновение имеет особый смысл. Прокаженных нельзя было касаться как из-за пасения заразиться, так и в соответствии с предписаниями ритуального характера. Но Господь пренебрегает этими предписаниями. Своим поведением Христос Спаситель отвергает устоявшееся со времен Моисея представление о нечистоте, причем делает это вполне сознательно. В Ветхом Завете источником нечистоты считалось нечто внешнее по отношению к человеку, и он воспринимался как осквернившийся в том случае, если прикоснется к тому, что считалось нечистым. Господь же, напротив, настаивал, ничто входящее у человека извне не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Человека делает нечистым не то, что он ест или к чему прикасается, но те греховные страсти и пороки, которые гнездятся в его сердце. Исцелив прокаженного, Господь повелевает ему никому не рассказывать о случившемся, но пойти показаться священнику и принести за свое исцеление, положенную Ветхозаветным законодательством, жертву. Почему Господь требует от прокаженного показаться священнику? Потому что, согласно закону, именно священник после проведенного им осмотра мог засвидетельствовать о том, что проказа прошла. Однако, несмотря на запрет провозглашать о нем, молва о Христе, как гласить Евангелие, тем более распространялась, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Господь запрещает провозглашать о Его чудесах прежде всего для научения всех нас тому, что никогда добрые дела не должны сопровождаться тщеславием. Господь учит нас помогать ближним бескорыстно, не надеясь на благодарность и славу, ожидая при этом единственной благодарности – награды на небесах. Святитель Иоанн Златуус отмечает, «Когда рука подает милостыню бедным, пусть молчат уста, чтобы мы не упустили своего плода и вместо сладкого не получили горькое». Помимо об этом, мы должны стараться уклоняться от людской славы и людских почестей, ведь только в таком случае мы сохраним надежду на унаследование самого желанного и самого драгоценного для человеческой души блага – вечной славы лики святых и угодников Божьих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok